Если в разгар пандемии во Дворце Независимости, казалось, жил министр здравоохранения, в отдельный период постоянно фигурировали люди в погонах, то сейчас чаще других появляется министр иностранных дел. Неделя выдалась как никогда богатой на внешнеполитические события, и началась она не с понедельника. Началась фактически неделя, если мы смотреть, с участия президента в саммите глобального юга. Очень серьезное мероприятие по линии наших индийских партнеров, где, собственно говоря, премьер-министр Моди пригласил нашего президента в единственную страну Европы континентальной, принять участие, поделиться своими оценками. Наши оценки мирового устройства и тех подходов, которые мы предлагаем для создания нового мира, справедливого мира для всех, многополярного мира, они очень созвучны и подходом индийской стороны. Поэтому наше участие очень высоко оценено было. Глобальным югом условно называют государства Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Тихоокеанских островов и развивающиеся страны Азии. Сам саммит эксперты называют еще и альтернативой Большой Семерке. Как бы ни было, возможность быть за одним, пусть и виртуальным столом, с теми, кто разделяет наши взгляды на мировой уклад и не просто говорить о идти по намеченному пути. Для Беларуси шаг к устойчивому развитию. Юг и восток – мощные опоры. Глава государства делает все, чтобы надежно закрепить их. Мы сегодня уже сумели сделать следующее. Есть Китай, есть Россия, есть Индия. Мы со всеми этими государствами находимся в позитивных отношениях, в том числе экономических, политических. И есть у нас точки роста и интереса. Остался один центр – Запад, Европа и Соединенные Штаты, которые сегодня непонятно куда двигаются. Поэтому мы выбрали правильную сторону, мы выбрали правильных союзников и двигаемся в нужном направлении. Наше участие в глобальных международных форумах – это не просто вопрос статуса, это вопрос максимально эффективного достижения собственных целей, экономических прежде всего. Недавний саммит ШОС в Астане, происходящее во время него и после тому подтверждения. В переговоры с премьер-министром Пакистана и месяц спустя мы встречаем делегацию высокого уровня из этой страны, чтобы перезапустить отношения. Мы посмотрели торговый оборот между Белоруссией и Пакистаном за последние годы. Он в среднем равен или чуть выше 50 миллионам долларов. Согласитесь, что товарооборот между высокотехнологичной Белоруссией и такой страной в 200 с лишним миллионов человек – это, я бы сказал, даже мизерный. Поэтому нам надо углублять и расширять по номенклатуре наш товарооборот. Мы готовы удовлетворить ваш интерес во время этого визита и представить Беларусь по всем направлениям, которым вы пожелаете. Перезапуск невозможен без решения нерешенного, поэтому символично, что президент Белоруссии уделил время гостю в начале визита. Наша встреча с Александром Лукашенко продолжалась больше, чем планировалось. Обсудили широкий круг вопросов, в том числе и проблемных, решение которых было найдено с президентом сразу же, включая вопросы виз для студентов и представителей деловых кругов Пакистана. Пакистан нам интересен еще и своим статусом в отношениях с Китаем. В этом плане мы, если не равны, то близки. Есть разные уровни отношений между странами. Для Китая самый высокий близкий партнер – это Пакистан. Номер один место. Второй из всех стран мира идет Республика Беларусь. Вот именно всепогодное, всестороннее стратегическое партнерство. К слову о Китае. Глава государства также в Астане провел переговоры с Си Цзиньпином, а теперь с визитом в Минск приехал премьер госсовета КНР. Его уже назвали историческим событием. Хотя взаимодействию Минска и Пекина лично Александра Лукашенко и Си Цзиньпина можно только позавидовать, что, в общем-то, некоторые и делают. Почему? Важно то, что китайцы зафиксировали новую идеологию отношений с Беларусью. У нас была большая проблема в выработке вот этой идеологии после начала российской СИО на Украине. То есть раньше мы очень много говорили о том, что Беларусь будет воротами для китайских товаров в Европу и так далее. Сейчас, как разумеется, это концепция под вопросом. Надо было выработать новую. И вот она выработана, и она прозвучала именно в ходе этого визита. Это научно-технологическое сотрудничество. То есть наука и технология кладутся в основу взаимоотношений двух стран на какой-то заметный период. В принципе, это само по себе прекрасно. Даже если бы не было того кризиса, который сегодня происходит в нашей части Европы, это бы все равно рано или поздно произошло. Мы бы доросли до такого стержня, до такого уровня во взаимоотношениях с Китаем. Ну что ж, произошло в экстремальной форме. Но оно произошло, и сегодня это позволяет Беларуси рассчитывать на то, что за короткое время мы имеем шанс получить доступ к высоким технологиям второй на сегодня экономической державы планеты. Мнение экспертов подтверждает и официальная повестка переговоров. Александр Лукашенко напомнил, за 17 лет в Беларуси с помощью Китая реализованы 27 стратегических промышленных проектов. Более чем на 5 миллиардов долларов. Белджи, БНБК, самые крупные ИС. Но мы можем больше. Принятые решения будут способствовать росту инвестиций в нашу экономику и нашего экспорта в Китай. Соглашение о создании зоны свободной торговли услугами и осуществлении инвестиций. Беларусь первая страна в Евразийском экономическом союзе, с которой Китай заключает подобный договор. Благодаря созданию прозрачных предсказуемых правил мы ожидаем, что в ближайшие 5 лет экспорт белорусских услуг Китай вырастет как минимум на 12-15%. А инвестиции в Беларусь не меньше, чем на 30%. В активной проработке с китайскими партнерами 15 новых инвестиционных проектов стратегического уровня на сумму до 3 миллиардов долларов. За все, что вы сделали для Беларуси, мы благодарны вам. И в долгу не останемся. Я и наши министры настроены на работу именно в этом духе. Мы заинтересованы в перенятии технологий, а власти КНР готовы ими с нами делиться. Не сказать, что это случилось вчера. Пример тому РСЗО Полонез, плод белорусско-китайского сотрудничества, появился в тот момент, когда даже наш ближайший союзник России не был готов пойти на такой шаг. Все дело в доверии, которое между нашими государствами есть и которым обе стороны, безусловно, дорожат. На протяжении 32 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество Китая и Беларуси, вне зависимости от внешней конъюнктуры, всегда демонстрирует жизненную силу и энергию. Самая главная причина этого в том, что у нас высокий уровень взаимного доверия. Господин президент, вы как самый любимый политик белорусского народа на протяжении длительного времени относитесь к Китаю дружественно. Любопытно, что гость прилетел в Минск из Москвы. Там у Литяна тоже были переговоры. Такая тенденция говорит о том, что страны уже вышли за рамки просто двустороннего взаимодействия. Сегодня очень много проектов, очень много направлений сотрудничества. Они развиваются с глобальным югом не только на двустороннем треке, но и на треке уже трехстороннем. Беларусь, Россия, Китай, Беларусь, Россия, Индия и с другими партнерами. И на самом деле уже формируется некая такая конфигурация государств именно тех, которые формируют основу этого глобального юга. Несмотря на то, что мы на глобальном юге вроде географически и находимся, но с точки зрения философии развития мира мы как раз и есть часть этого глобального юга. Поэтому и к нам такое отношение, и есть желание этих государств приблизить Беларусь к себе в реализации этих целей. Мы единственное фактически европейское государство, которое активно участвует во всех проектах, предлагаемых глобальным югом от пояса пути китайского до вот этой инициативы индийской, ШОС, БРИКС и так далее. И, конечно же, это тоже вносит свой такой трансрегиональный какой-то аспект деятельности этих инициатив и организаций. Впрочем, как и вышли за рамки просто торгово-экономических отношений и интересов, Китай видит в Беларуси не просто транспортный хаб, как этого бы хотелось нашим оппонентам и сторонникам санкций, а точку опоры. Белорусское и китайское сотрудничество, оно олицетворяет вообще новый формат мирового устройства. Сегодня мир формируется не на торгово-экономических связях между Европой и остальным миром, Соединенными Штатами и остальным миром, а весь мир начинает сотрудничать локально внутри своих экономических систем, внутри экономических зон сам с собой. То есть мир становится более плюралистичным, более экономически горизонтально связанным, и Китай является одним из таких локомотивов этого процесса, процесса альтернативной глобализации. И здесь помогает этому сотрудничеству то, что в Республике Беларуси, КНР существует большой задел одинаковые системы, это в прошлом социалистические системы КНР и Советском Союзе, и близость к гуманистическим гуманитарам, повесток двух стран, нацеленность на технологическое развитие, общность по восприятию современного мира. Во всем разнообразии контактов на юго-восточном направлении выделяются переговоры по линии Минск-Ватикан. Не сказать, что добрые отношения – новость, скорее закономерность, но каждый раз оппонентов подобные события и заявления повергают в шок. Все, что я делал, это я делал для вашего общества, не только для католиков, не только для нашей церкви, а для всех. Я смотрел, что бывает в стране, и когда я приезжал ежегодно в Ватикан, я встречался с папой римским. Когда я заходил в дверь, я сказал, а как Лукашенко? Первый – не бонджор, не добрый день, а как президент Лукашенко? Я заметил, что между вами есть хорошее отношение, которое создалось на важных и хороших принципах. С апостольским нунцием, который покидает нашу страну после четырех лет дипломатической службы, президент общался, очевидно, теплом. Несмотря на сложности, многое удалось вместе сделать, и мы ценностно все же близко. Вот только наших усилий для разрешения главного кризиса пока, увы, недостаточно. В Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем, как бы мы ни плакали, живем неплохо, нам нужен новый договор о мире. Новый мир, если можно сказать, в Европе. Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще, чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться кому-то и в угоду кому-то действовать. Надо видеть интересы своих народов. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу. Президент Беларуси в недавнем интервью российским коллегам рассказал, что его часто упрекают в искренности, мол, в политике так не принято. Но именно эта искренность и предсказуемость, все ведь знают, что мотивацией для принятия того или иного решения для Лукашенко будет только интерес страны, которой он руководит, позволяет находить ему, а в его лице и Беларуси, тот самый баланс и понимание, даже у тех, кто кажется далеко. Как и находить тех, кто эти наши ценности разделяет и готов, невзирая на размеры и размах, сотрудничать на принципах уважения. Как сказал председатель Си Дзиньпин, мы вместе смотрим в будущее, а не на текущие сложности. Решений всегда больше, чем проблем. Мудро. И учиться друг у друга лучшему. Алена Сырова, Неделя СТВ.